Всем привет, с вами РВ1клик, сегодня гайдик на Катарину через Ночного Жнеца и через Тёмную Жатую, да, то есть максимальный, максимальный большинный-большинный урон в одну цель, без особого сустейна, да, но единственное, я взял Ненасытного Охотника, но он как-то так себе проявился, а лучше бы я взял Абсолютного, вот. Вот, в принципе, тут вообще дико развалил, ребятки, на лямитах, как бы вообще, топ-тема. Вот, и тут такой бегуху, хоп, получаю шестой уровень скрипа, который умирает, вот, ну и сейчас как бы начинаю разваливать кабинеты молодым, неопытным, да, в принципе, вообще топ, как бы, ну, Пантеон немного не туда блокирует, не на тех играет, так сказать, не за тех воюет молодой, да, то есть, бам, как бы, до свидания, рам. Раз, два, ну, короче, келяем молодых, келяем. И плохой разгон в начале игры, да, то есть, уже этот оверт и фига стаков, 7 штук, 10 стаков темной печати, ну, короче, дико имбища. Вот. Да, то есть, бэк, если тут на агрессиве, это, я думаю, убить Мальзахара, да, то есть, ну, он только подставляется, у него, как бы, ульты нету, поэтому он просто умирает. Вот. Несмотря на то, что он платиновый, вообще, там, у меня там все, ну, голды на боте, и все остальные анранки, да, у них там, по-моему, сильверная киндредка, стрёмная, да, так, надо чуть замедлить. Вот, тут я прям, ну, тоже всех келяю, в общем, чё тут греха таить, ребятки, всех разваливаем, молодых щемим и не щадим вообще никак, никак не щадим. Вот. Ну, то есть, уже, уже раскрывается потенциал тёмной жатвы, уже дофига урона, да, то есть, сразу же собираю грозу лечей, и пожиратель душ межает. То есть, гроза лечей даст нам тоже ещё больше бёрст урона, вот. Ну, и пожиратель душ, естественно, дешёвый имбовый предмет, когда мы ночного жнеца затарим, у нас сразу будет, там, 10% ускорения умений, то есть, топ-тема, принцип, прикольная вещь. Вот. Так, по начальному закупу я не пробежался, да и по скиллам тоже, вот, прям, активно, активно игра развивалась, вот. Начальный закуп, ну, зачастую, опять же, просто тарим тёмную печать, то есть, ну, именно вот в этом белоте тёмная печать, она прям такая классненькая, потому что, ну, АП урон и плюс ещё потенциальный такой имбовый разгон, да, разгон игры. Вот, плюс она и так, как бы, даёт немало стат, даже если у нас 0 будет стаков, то есть, не из-за стаков берём её. Вот, пассивочка при смерти врага мы откатываем скиллы на 15 секунд назад, кроме ульты. Вот, а, нет, и ульту, да, ульту тоже чё-то я, блин, ультушь тоже, поэтому, ну, вообще дикая имбища. Вот. Дикая имбища. Кьюшка, мы кидаем кинжалечка, который поражает трёх врагов и оставляет кинжал, опять же, вот нашу вторую пассивочку, то есть, если мы наступаем на кинжал, то наносим урон вокруг, ну, то есть, вот, да, видно, видно чётко, видно отчётливо. Вот. Кьюшка, мы вот так наносим магический урон, Вышечка, мы просто кидаем кинжал под себя и ускоряемся, Ешечка, мы прыгаем на кинжал, на врага, на союзника, то есть, особо не важно. Вот. И наносим урон. И если приземляемся на кинжал, то Ешка откатывается достаточно сильно, на 84%, топ-топ. Дальше, ультимейт. Мы начинаем вращаться и наносить всем вокруг магический и физический урон. И проками, естественно, эффекты преподания, так же, как и наша пассивочка. Пассивочка имба, да, ну, именно вторая часть пассивочки. Вот. Так, чё у нас тут? Тоже келяем всех подряд. Тут я уже таверку потерял, ну, потому что Бальзахар всё-таки адекватный, да, то есть, он и перефармливает, да и убил меня вначале. Я был 0-1 вообще, а сейчас 10-1. Прикольно, прикольно. О, вот. Тут, как бы, я ему, ну, вообще не даю шанса, типа, можно было с Ешки начать, но, да, тут я немного фейлю, но, в принципе, навалякать. В принципе, навалякать. О, да, все за мной следят, все тыкают на мои эти, ну, обилочки. Так, чё у нас дальше? Мидгейм. Переходим к такому. Мидгейм, у начала лейта, вот. То есть, тут так. Нет, мы же на катариту гайд. Вот, то есть, тут у нас уже Ночной Жнец, и Пенетра, и АПшка, то есть, очень классная тема. Почему Ночной Жнец? Потому что он ещё сильнее увеличивает наш ваншот потенциал по всяким там Эш, Киндредкам, то есть, те, кто не собирают, ну, вообще не имеют резиста, не собирают ничего, нету сейвов у челиков. Вот, то есть, таких мы прям вообще ваншотаем, и это, типа, шансы не оставляем. Вот. Вот, то есть, смотрите, хоп. Как говорим? Вообще без вариантов. То есть, Ночной Жнец вкупе с Личом даёт очень большой урон такой, мгновенный. Но потом мы, естественно, начинаем немного проседать. Потому что, ну, логично, что, да, у нас, типа, нет такого сустейна дикого, как могло бы быть. Да, то есть, вот тут у нас пытаются Владик влететь, да, но в Владика ничего не получается особо. То есть, вот теперь Киндредка, мы, естественно, заходим в куст и всё, тоже убиваем Киндредку. Настакиваем наш Межай. Вот. А как мы действуем в тимфайте, да? То есть, относительно других Катарин, естественно, более сейвово. Пытаемся выцепить, мгновенно убить цель. Для этого много что есть у нас, да? То есть, если игра не пошла, то мы, наверное, так достаточно слабы, да? То есть, по сравнению и, в принципе, с Ассасинами, и с другими билдами на катку. Ну, вот. Да, то есть, вот тут прям фейлю, блин, дико, да, вроде как этого убиваю. Но вот надо было как-то на Ашу, на Ашу прыгать и вот панта там забирать. Ну, ещё плюсы тут немного АФК, наши темейтики, ну да ладно. Вот. Так, чё у нас, чё у нас по лейту, ребятушки? Чё по лейту? Вот. Тут я уже собираю посох песни, естественно, потому что мы в основном урон наносим именно на магический, во-первых. Плюс такой берстовый, да, то есть, нам помогает и лич, и ночной жнец, и всё это бафится пенетрой, и плюс ещё темная жатва бафится пенетрой. То есть, там тут не надо выживать, чё-то как-то сустенить. То есть, мы просто, просто всех убиваем, ребятки, и всё. То есть, в этом плане всё очень-очень простенько, да. Так, кого я убью? А, да-да, вот это тоже такой прикольный момент, а просто бам и ваншот, это трэш. Типа распроха жнеца и тёмный жат. То есть, уже 25 стаков, очень приятно. Ну, я немного мешаюсь, но тиммейты тоже чё-то чё-то могут, чё-то дамажит. Поэтому, по-кайфу. Так, перейдём теперь сразу к клейту, ребятушки. Сразу к клейту, то есть, тут у меня, естественно, ну, ботинки на пенетро, это, да, то есть, это мы вторым, там, буквально, предметом покупаем. Посох бездны. И объятие демона, да, то есть, тут, но, опять же, объятие демона можно заменить и на зубношора. Вот, естественно, смертельная шляпа Рободона, да, то есть, челики просто рассыпаются нереально, да. Вот, с флеша играем, вот это Е ваншот, там одна треть хп была, он не живёт вообще, в принципе. Вот, опять же, если бы мы не теряли стайки, то можно было и межайку оставить, но объятие демона даёт нам немало резиста, да, то есть, и резист, и доп. урон, то есть, всё-таки приятно иметь больше хп. В принципе, всё, гайдик закончен, наверное, да, то есть, тут уже вариативности меньше, потому что ночной жнец это всё-таки апэшка, поэтому тут и нужна пенетра, какая-то аппроки вот этого реча, то есть, тут вариативности меньше, в плане именно, ну, в плане ночного жнеца и вообще, в плане, ну, да, то есть, и реча, и посоха бездны, и ботинок чародея, то есть, мы это всё не можем варить, там, вкупе со всякими сокрушителями богов, с ненасытными титаническими гидрами, то есть, мы тут всё-таки более закомплексованы, да. Ну, опять же, есть варианты и с первым грозой лечей, и с первым сразу выходом ночного жнеца, да, то есть, или даже с зубом нашора первым, либо вообще гроза лечей, потом зуб нашора, и только потом ночной жнец. Опять же, покупать зуб нашора или нет, покупать объять демона или нет, покупать просох бездны или нет, вот, то есть, тут вариативность тоже, тоже имеется, естественно, да, но вот в плане ботинок, опять же, мы, то есть, не можем вообще себе позволить какой-то резист собрать, не можем позволить себе КДР, потому что это всё-таки ваншот, да, то есть, тут 3600, как бы, очень много, да, то есть, магический урон, поэтому нужна пенетра, процентная пенетра, ну, и АП-шка, естественно, да, то есть, тут в плане, вот, Рободон и вообще посох бездны, ну, в лайте, понятное дело, посох бездны мы 100% тарим зачастую, ну, вот каким, это можно и третьим его затарить, например, посох бездны, а можно и шестым, да, вот, то есть, посох бездны и Рободон это основа, плюс ночной жнец это основа, да и тот же лич, на самом деле, тут у нас, ну, буквально меняется последовательность, ну, и вот, то есть, вместо, там, объятия демона можно много чего, то есть, и Жоню, и Баньшу, как сейв, собрать, то есть, либо оставить межа, если хорошо идет игра, и вы не теряете стаки, все, всем спасибо, надеюсь, было информативно, лайки, подписочки, и приходите на стримы вечером на ютубчике, вот, задавайте там вопросы, задавайте вопросы в комментариях, надеюсь, было интересно, давайте, ребятки, удачи.